Преступление, которое зафиксировала камера видеонаблюдения и вызвала общественный резонанс, было совершено 18 августа на перекрестке улиц Сухонская и Советского проспекта. 35-летний житель Великолючевского района в состоянии алкогольного опьянения напал и ограбил незнакомую ему 17-летнюю девушку. Нападавший схватил у стюжанку за волосы и отобрал телефон и деньги. 20 августа мужчина был задержан и заключен под стражу. 29 сентября мужчина предстал перед судом по статье «Грабеж». Задержанный отрицать свою вину не стал. Он компенсировал ущерб, который нанес потерпевшей у стюжанки, однако полностью с обвинением не согласился. Судебное заседание в итоге было решено перенести на месяц. Это значит, что потерпевшей стороне вновь предстоит вернуться в зал суда и встретиться с нападавшим. Это происшествие отразилось на семье 17-летней девушки. Извинилось, во-первых, то, что мы стали как-то более настороженно, что ли, ходить. Вечерами я стараюсь детей забирать на машине, чтобы пешком никто не ходил. Это, во-первых. Во-вторых, мы купили все газовые баллончики на всякий случай. Вдруг что-то произойдет. Ну, даже нападение собак, я думаю, что это поможет. В общем, ну, больше стало страхов, наверное. Мне всегда казалось, что мы живем в маленьком, безопасном городке. Вот такой случай произошел. Я бы многим порекомендовала быть очень осторожными. Максимальные санкции статьи 161 Уголовного кодекса предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Степан Крижановский, Вячеслав Голиков. Кликанал, Русский Север.